ну что ж здравствуйте дорогие мои снова добрый вечер всем как меня видно слышно я снова в прямом эфире все ли в порядке вот уже я смотрю первые люди присоединяются к нам в прямой эфир в инстаграме фейсбуке сегодня я буду говорить вещи связанные с историей истории транспарционального движения в нашей стране и для я сам но непосредственно участник этой истории мне довелось очень близко общаться с теми людьми которые принесли транспарциональная психологию тогда еще в советский союз вместе с ними десятилетия провести в подпольной работе достаточно интенсивный братской очень тесный и и затем вместе со своими друзьями и коллегами мы основали профессиональную ассоциацию транспарциональной психологии психотерапии вот так началось наше движение всем ли видно меня и слышно как-нибудь дайте знать все ли хорошо слышно я вижу значит у нас есть кто-то подсоединился через фейсбук но большинство людей через инстаграм меня в инстаграме нормально слышно видно так почему подпольный есть вопросы но мне тяжело читать вопросы которые в инстаграме подпольное потому что в при в брежневскую эру 70 80-е годы только в такой форме транспарциональная психология и могла существовать она официально не существовала для академической психологии поэтому даже за в те времена даже за невинное увлечение учениями рерихов или за занятие пропаганду йоги можно было казаться в тюрьме и такие случаи бывали мне были известны люди которые в общем за это пострадали ну что ж давайте я расскажу тогда то что известно мне о транспарциональной психологии в россии я сам оказался в этом движении в 1980 году я тогда только что окончил московский физико-технический институт был молодым ученым биофизиком но уже учаясь на физтехе я занимался активно философии был учеником юрий ванча кухтрева такой подпольный тоже философ в его философской школе и уже тогда готовился поступить в аспирантуру института философии там я был свое будущее уже не в науке не в биофизике и и в осенью восьмидесятого года я сдал экзамен и был принят в институт философии и осенью же по-моему это был октябрь начало ноября я познакомился с виктором пиндюриным который тут же вывел меня на рассказал мне о перинатальных матрицах грофа и вывел меня на переводчика первой книжки грофа области человеческого бессознательного это был виталий николаевич михейкин легенда тогдашнего советского эзотеризма человек известный уже и за свои прекрасные переводы и за свою необычную судьбу когда-то десятилетиям ранее он был преуспевающим очень талантливым инженером но увлекшись духовными традициями тибетским буддизмом гурджиевской работой он принял судьбоносное решение не служить как он говорил и стал жить на их нормы вместе с женой елены ивановной атомной было проживать на 40 рублей в месяц но просто минимальная пенсия тогда в советском союзе было 60 рублей они жили на 40 рублей продавали ксерексы своих переводов и вот именно из рук виталия николаевича михейкина я и получил свою первую книжку станислава грофа области человеческого бессознательного эта книга была первоначально переведена в вините всесоюзном институте научно-технических изданий такая лавочка была в советском союзе где можно было переводить по заказу всевозможных организаций фильм разные интересные тексты и вот по заказу профессора мго василия васильевича налимова тоже очень известная фигура в российском транспарсональном движении как раз виталий николаевич перевел эту книжку грофа но кстати в общем то с транспарсональной психологии профессора налимова виталий николаевич михейкин и познакомил я буду называть его просто виталий михейкин так мы его и звали виталий или даже дед между собой когда в 80-м году я познакомился с виталием ему было 42 года и уже тогда его звали дед мне сейчас 62 года и меня нередко еще в метро в автобусах называет зовут молодой человек я воспринимаю это конечно с улыбкой юмором я пенсионер по советским законам по российским законам виталия в 42 года все называли дедом и это было в общем то не случайно потому что он был старейшин он действительно был не богат не по годам мудрым ну также этому способствовал его внешний вид потому что длинные волосы седая длинная борода а-ля маркс достаточно грузный с животиком спорту он монкировал особо не занимался ни спортом не йогой в основном как называл я практикую раджа йогу то есть йогу сознание и виталий обладал ну а по первых очень добрым сердцем и удивительной мудростью взаимоотношений мы ходили к нему на контексты контекст так называлось это сообщество людей контекст назывались наши встречи потому что в контекстах вот этих встречах транспорциональных большое значение придавалась атмосферу полю не конкретному человеку а сообществу такой групповой коллективной мудрости и интуиции то есть вот таким сложным образованием которые превосходят качество каждого отдельного человека и само слово контекст который производ на текст и контекст то есть это имело значение как основание такой скрытые глубинные сущностное основание всего что происходит и мы называли наши встречи наш круг людей контекстом среди московских основателей контекста наиболее известные кроме виталий николаевича михейкина его жены елена антоновой антоновой были я думаю в первых анатолий орлашин он происходил из ялты но очень часто бывал в москве и очень активно занимался в те годы йогой осознанными сновидениями и гурджиевской работой и до сих пор он является одним из виднейших лидеров гурджиевской работы ведет группы и занятия и также продолжает заниматься и осознаваемыми сновидениями и вещами связанными с биоэнергетикой как раз вот с легкой руки анатолия орлашина в советский союз были получены первые четыре тома кастанеда и затем по коллегиальному решению виталия и то ли орлашина эти четыре тома были направлены вася максимову василия павловича максимову санкт-петербург он хорошо знал английский язык испытывал тягу к такого рода текстами он собственно говоря и перевел эти первые четыре тома для сам издата другим очень важным патриархом транспарсонального движения в москве был валентин куклев который тогда еще ну во первых он всегда был очень стильно одет как правило такие стильные западные вещи часто джинсы или изысканная одежда дэнди прекрасно играл импровизировал на пианино очень музыкальный человек знающий глубокую музыкальную культуру и человек великолепно знающий ценящий литературу поэзию и сам очень много пишущий стихов и прозы многие вещи сейчас уже его опубликованы в частности романом андрогиня и ряд стихотворений но большая часть еще не опубликовано вот с такими людьми меня свела судьба это патриархи пионеры которые в свою очередь получили знания о трансперсональной психологии от наверное самого первого советского человека которые и привнес эти знания в советский союз это тыну рихович сойдла ученый доктор биологических наук из санкт-петербурга специалист по клеточной биологии он в этой области работал до пенсии но его жизненной страстью стал трансперсональный подход и именно через сойдлу о российском трансперсонализме узнал весь мир он сделал несколько тематических выпусков международного журнала трансперсональных исследований international journal for transperson studies которые тематически назывались voices of russian трансперсонализм голоса российского трансперсонализма по моему вышло четыре выпуска это своего рода антология в которых содло собрал мыслителей философов художников визионеров поэтов литераторов таких трансперсонально ориентированных российских деятелей науки искусства философии включая себя самого его статьи вот наверное такие самые основы самые анналы российского трансперсонализма мне довелось потом встретиться и средам других людей из них но наиболее как-то близко я общался с рувимом кирилловичем сергачевым тоже человек искусства драматический тенор у него потрясающий оперный голос и большой знаток классической музыки великолепный переводчик рувим перевел очень много книг для сам издата включая сложнейшие тексты франкла мира мерла вольфа например пути в иные измерения автобиографии йога парный циклон джона лили пищу богов уже потом когда я стал легально издавать книги пищу богов перевел именно рувим кириллович сергачев то есть это было действительно команда компания я бы даже сказал сообщества или ну нечто вроде таких трансперсональных рыцарей круглого стола это было братство на самом деле трансперсональное братство центр которого было в москве но к нам тесно примыкали например рубим кириллович сергачев который в то время жил в основном в питере среди других активистов я бы назвал наверное александр иванович никлес сейчас это очень известный политолог ведущий программой передачи много печатающийся эксперт по глобальным аспектам политических наук и в то время он был очень большой знаток эзотерической литературы и поскольку его отец был очень видным политическим деятелем он представлял советский союз в организации воединенных наций то у и саша сам за закончил институт главный наш институт который выпускает политиков и стажировался в нью-йорке у него была колоссальная потрясающая библиотека эзотерической литературы художественной всевозможные тексты и потрясающий альбома ну а также наверное первый из нашего круга видеомагнитофон с фильмами и в восьмидесятые годы мы пересмотрели все наверное запретные фильмы у саши никлеса он устраивал такие просмотры на несколько суток когда мы подряд смотрели все новинки которые он по дипломатическим каналам получал из америки то есть это были незавыбываемые времена и вот та сила которая объединяла нас это была сила конечно связанная с настоящим то есть с поиском истины с поиском знания с поиском реальности сразу же после встречи с виталием михайловичем михейкиным он дал мне книжку грофа я прочитал ее запоем я не просто не мог остановиться и утром это был уже другой волозе майков мне было тогда 24 года совсем молодой глаза горели и несмотря на то что я много лет штудировал уже философскую психологическую литературу прочитал наверное все что было можно прочесть на русском языке а также многие вещи из спецхрана библиотек тем не менее книга грофа стала для меня потрясением откровением и я впервые увидел что на самом деле мешает нашей свободе нашему развитию что является глубинным источником наших проблем и без проработки чего любые любая психотерапия и любые попытки развиваться будут только имитацией а не реальным процессом то есть гроф на самом деле осуществил во мне колоссальный переворот и вот в тот день когда я прочел и в ночь я не мог остановиться эту книжку грофа я стал трансперсонологом так что мой стаж в трансперсональной психологии это уже 39 лет начиная с 1980 года и еще наверное очень важным очень важными людьми были сестры аня и наташа рычаговы две сестры художница и архитектор леонид волчек архитектор тоже человек очень яркий поэтичный великолепно поющий импровизатор с прекрасным чувством юмора художник сергей рокомболь он жил тогда возле таганки и в его комнате тоже было сборище московской артистической богемы и все любили посещать и общаться с ним он поражал непредсказуемостью артистизмом и вносил всегда такую свежую импровизационную струю подвергал многие вещи сомнениям не принимал ничего на веру вел себя провокативно то есть был очень живым конкретным человеком тоже с потрясающим чувством юмора и тягой к реальности я так думаю что вот эта тяга к реальности и была тем что обедняла нас больше всего мне не довелось и близко общаться с василием васильевичем наливом и жанна и драгалином они шли в большей степени по академической среде и василий васильевич и жанна драгали сделали здесь очень много через свои публикации через лекции через чтение курсов через выступление на международных конференциях их признал и подружился с ними гроф и приглашал активно василий васильевича пока он был жив на все крупнейшие международной конференции то есть это было тоже очень важным движением ну между мною и наливом не сложилось близких отношений мы знали друг друга но вот это профессорство и и ученость налимово все таки создавала вокруг а также на наверное острое чувство своего дела своей миссии нежелание тратить свои ресурсы на те вещи которые этой миссии меньше соответствует на обучение молодежи на что-то еще не способствовали каким-то близким отношениям или ученическим отношениям а вот с Виталием Николаевичем сложились сразу очень близкие отношения и несмотря на то что он был старше меня всего на 18 лет и еще меньше старше был многих других членов нашего круга он был непререкаемым авторитетом в силу вот свойственной пробудившейся в нем мудрости в силу очень такого доброго любящего сердца он умел подрунивать над всеми он обладал великолепным космическим чувством юмора и мы все платили ему тем же самым монетой все любили виталия и в его атмосфере любые конфликты любые проблемы любые дела разрешались сами собой вот какая была у нас атмосфера мы встречались как проходили наши будни обычно либо виталия он жил в медведку на улице каненкова по моему там дебрях но не было никаких проблем доехать на метро до медведкова потом 15-20 минут на автобусе для того чтобы в конце концов позвонить квартиру михейкиных небольшая квартира 38 или 40 метров в стандартном панельном доме но там никогда не было тесно даже если набивалось 15 человек все места забиты все равно всем было хорошо на мы согревали друг друга атмосферой мы работали не было никакой специальной программы для этих встреч заранее какой-то программа ситуации возникали спонтанно задачи методы работы темы работы возникали спонтанно как бы они определялись контекстом они определялись полем они определялись всеми из нас так мы учились импровизировать так мы учились поддерживать процессы так мы откликались и учились чувствовать самое важное самое насущное через виталия впервые серьезно узнал о тибетском буддизме я до сих пор помню вопрос виталия на засыпку он спросила володя но он с уважением относился к моему относительно неплохому философскому бэкграунду прекрасному научным бэкграунду и спросил володя вот какие духовные традиции какие мировые религии вам наиболее ближе всего я тогда начал уже увлекаться буддизмом я сказал мне интересен буддизм а какой буддизм вам наиболее интересен спросил виталий хиная на махаяна или ваджаяна ну я занялся потому что я так не четко понимал в то время разницу между хиная на и выгод махаяна и ваджаяна но ляптуга мне интересует тибетский буддизм и тогда возник следующий вопрос а какая школа тибетского буддизма вам ближе всего гелук па нигма па или как юг па а я может быть сак я па я не знал о существовании этих школ тибетского буддизма я ничего не знал также о традиции дзок чен и узнал это именно от виталии николаевича михелькин когда он стал вовлекать меня еще и в подпольную переводческую деятельность и попросил володя не хотите ли перевести вернее не хотите ли отредактировать вот этот текст и показал мне в переводе тани савицкой тоже член нашего подпольного круга не очень активный в те времена но тем не менее близкий нам человек она работала в унионе и она перевела текст лон чен пы с английского языка великого тибетского мастера традиции дзок чен как сансара возник и нирвана возникает из основы бытия и вот я сил редактировать этот текст по просьбе виталия и впервые узнал о традиции дзок чен я помню до сих пор как во мне тогда спонтанно интуитивно откликнулась это слово дзок чен повторял я про себя мне очень нравилось что-то звенящие здесь зок как это звучит и чем как открывается и что-то вылетает я ничего не знал зачем ничего не понимал в традиции тибетского буддизма но была какая-то связь и из этого текста я очень многое узнал что в значительной степени определил мой дальнейший поиск реальности и в конечном счете создание систем эволюционной навигации построение эволюционного навигатор по реальности то чем я занимаюсь последние несколько лет в этом тексте я наткнулся на замечательную фразу те живые существа которые знают свою собственную природу проявляются как будут живут в свободе и просветлении те живые существа которые не знают свою истинную природу проявляются как обычные живые существа как же животные люди перерождаются странствует сансари и страдает и вот из этого текста из этого краткого абзаца во мне глубоко в душу запало понимание что фундаментальная разница между мной и буддой состоит в том что будда знает свою собственную природу а я владимир майков не знаю это определил мой поиск к познанию моей собственной природы используя все доступные мне знания инструменты пути и я начал осознанно искать я углубился в различные школы трансперсональной психологии через пару лет ко мне попали книжки кино вилдера через несколько лет в девяностом году когда я оказался в соединенных штатах я узнал о процессуальном подходе познакомился с армии минделом но это будет потом а в советском союзе вот в то наше трансперсональное подполье мы регулярно встречались на контексты например в среду будет контекстом и все приезжали часиков 6 для того чтобы уехать в 12 и успеть на последнюю пересадку в метро вот так мы гневали и ночевали и и это было прекрасно мы ждали следующего контекста он проходил либо на квартире виталия михайкина михейкина либо в мастерской одна из мастерских принадлежащие а не рачаговой находилась возле английского посольства недалеко от кинотеатра ударник во дворах там также много встреч было кое-какие квартиры проходили в мастерской наташи рычаговой не было мастерская художественный тоже архитектурного института где она работала преподавателем иногда встречи происходили уроком более ну несколько встретить даже проходил у меня и мы также любили выезжать летом ну например одним из излюбленных мест было крым крымская обсерватория скажем там одно из лет мы проводили также летом контексты были где-то в деревнях например у сестры виталия михайкина был дом и виталий там построил себе скромный домик на территории где он жил летом и туда приезжал весь контекст периодически к нему для того чтобы общаться встречаться исследовать себя вот это исследование не зашли на открытое себя и поиск реальности себя наверно было самое главное что нас объединяло а еще на конечно нас объединяла дружба и любовь у нас были очень неформальные отношения об этом хорошо помнит и может рассказать вам сергей москалев это суфи герой моих всех моих трех фильмов тайны карлоса кастанеды инструментов эволюции и танцы бесконечности это тоже старейший член московского контекста я с ним познакомился тоже в том же самом восьмидесятом году когда стал членом этой группы и сережа кстати написал словарь российского эзотерического сленга эта книжка издана официально и вы можете посмотреть и тот язык особый на котором мы говорили потому что в нашем кругу действительно был особый емкий внутренний язык который мы использовали для выражения тех смыслов этих аспектов нашей жизни и работы для которых не было слов и понятий в общеупотребительным и профессиональным философском и психологическом языке так что это было действительно совершенное занято своим делом группа людей и именно а будучи членом этой группы я стал буддистом вместе с николаевичем михейки мы поехали в бурятию в 1982 году нашей главной целью было познакомиться с живым буддизмом живой буддизм с ним можно было познакомиться через учеников бедии дандаровича дандерона бурятского ламы который первым из традиционных лам в советском союз стал передавать знания о тибетском буддизме ученикам из европы из москвы питера киева и прибалтийских стран прибалтийских республик тогда вот они собственно говоря и стали главными экспертами знатоками буддизма ученики дандерона и после дела как и бы дандерон был помещен в тюрьму где он собственно говоря и умер ушел другое измерение и для того чтобы реально познакомиться с буддизмом мы приняли решение поехать в лану д и там мы встретились с учениками дандерона там получили ну как бы благословение на вхождение в круг подпольных буддистов в москве в питере в прибалтике мы с ними совсем скоро очень познакомились а также мы получили реально посвящение в буддизм потому что ну это просто была несказанная удача как раз в то время когда мы приехали в буряти туда приехал далай лама 14 и мы три дня присутствовали на учении далай ламы и я тогда получил посвящение в тибетский буддизм и далай лама стал моим первым учителем тибетского буддизма вот такая несказанная удача и уже в 1988 году ну вот один тоже из людей которые иногда так соприкасались с нами которые мы вызвали кика костя эзотерики из санкт-петербурга который из ленинграда тогдашнего который мог часами говорить на английском языке эзотерическую ля-ля-ля в стиле элизбейли вот он как-то спросил меня я слышал ты увлекаясь о тибетским буддизм она на пару дней почитай и дал мне зеленую книжечку на книжке было написано нам кай нарбу токс ин конвей беседы в конвее я поблагодарил его вечером только вечером раскрыл эту книгу стал читать и я был ошломлен ясностью глубиной на следующий день я сделал пять ксерокопий этой книги тогда процветал процветала это дело у меня были было несколько своих ребят которыми я мог обратиться в любое время и сделать ксерокопию книг которых хотелось иметь и я отослал эти ксерокопии в главным буддистом питера прибалтики бурятии и копья была для виталия михейкина мы были ошеломлены глубиной ясностью прозрением и уже в девяностом году виталий николаевич михейкин тогда уже умер нам повезло попасть в конвей на ретрит чугел на мхай нарбу получить учение от него дзок чен и пригласить его в советский союз это стало вот началом дзок чен на передачи в советском союзе в 1990 году на мхай нарбу приехал и дал ретриты семинары в вильнюсе риге и петербурге москве и улан-удэ и началась новая история новая жизнь тогдашняя к сожалению большому виталий николаевич уже не смог в этом участвовать потому что он умер 1 января 1990 года и это было громадная потеря для всех нас и для меня особая боль состояла еще в том что днем 1 января я видел виталия николаевича михейкина живым он праздновал новый год у сестры и мы жили с его сестрой неподалеку и после нового года он с женой зашел ко мне и мы общались и я заметил что что-то не то что что-то виталий немножко не в себе я спросил чем дело он сказал что-то сердце покалывал и они засобирались женой ехать я предвидя предчувствие что-то не отпустил его и вызвал скорую помощь я настоял на этом приехала скорая помощь ко мне домой обследовали виталия николаевича михейкина сделали электрокардиограмму и молодой врач сказал что нет ничего ничего страшного нету все в порядке дал валидольчику и когда скорую ехала виталий опять засобирался я уговаривал его остаться в италию нас горе есть где ночевать но подожди куда-то засобирался отдохни немножко после нового года виталий настоял на на своем и уехал вместе с женой и где-то в 11 ночи мне позвонила лена антонова жена и сказал говорит володя виталий только что умер я через некоторое время там через час наверное я помчался к ним медведкова и через час наверное был уже там всю ночь вместе с другим членом нашего подпольного круга контекст андреем дегтярёвым мы читали кибетскую книгу мертвых с листа с английского оригинала чё гьян мактрумпа и франциски фрэменталь потому что но русский перевод сделанный с книги перевода лама кази дава сам дупо был очень неудовлетворительный и мы набрали намного более тонетичный английский перевод из листа переводили виталий николаевич для того чтобы ну зная его связь традиции тибетского буддизма для того чтобы помочь ему в его последнем путешествии дать ему шанс через тибетскую книгу мертвых освободиться это ну как мы считали максимум что мы можем сделать для своего духовного старшего друга брата и наставника потом приехали утром другие члены контекста через день были похороны виталия мы бдили мы не могли спать и после витали похоронили на церкви возле железнодорожного по его завещанию и уже глубокой ночью произошло то что я для себя назвал последним уроком виталия мехеики на мне ночью мне приснился приснилось кладбище церковный на котором похоронили виталия но его хоронили пир 3 января а здесь вроде бы было либо осень либо позднее лето я оказался на кладбище и как в страшных рассказах гоголя вдруг могила разверзлась оттуда вылетел гроб крышка гроба гроба отлетела и в гробу я увидел что лежит розовый румяный как живой виталий вдруг он открыл глаза сел посмотрел мне в глаза улыбнулся во моем сне и спросил загадочный улыбка ты думаешь я умер и засмеялся как он умел смеяться с космическим юмором и на моих глазах стал рассыпаться в пыль и это пыль был развеято осенним ветром утром я проснулся и обнаружил что у меня нет горечи у меня нет острого чувства потери виталия и я почувствовал как-то новый живой уровень связи с виталием и вы знаете вот до сих пор ну наверное каждый день когда я вспоминаю о виталии я ощущаю эту связь я ощущаю эту связь со своими корнями со своей транспарсональной юностью и а также я очень хорошо знаю что многое очень многое из того что я делаю издание книг около ста книг в серии текста транспарсональной психологии транспарсональная психология фильмы учебные программы семинары вся моя деятельность на конференциях это в значительной степени продолжение вот той работы которую мы делали в своем транспарсональном подполе в московском транспарсональном круге людей которые называли себя контекст некоторые члены контекста умерли некоторые уехали за границу они живут достаточно далеко некоторые ушли из транспарсонального поля и реализовались проявились других полях и вот так случилось что я оказался одним из немногих людей может быть единственным из самых активных и имеющих какой-то потенциал который продолжает это дело я не могу не продолжать потому что за мной молчаливо стоят те люди у которых уже нет тел которых уже нет ресурсов или нет возможностей я обязан продолжать дело нашего братства нашего транспарсонального круга людей я благодарен всем им и то что я делаю это выражение моей благодарности вот что я хотел сегодня рассказать вам о том как я вижу историю российского транспарсонального движения это конечно не всеобъемлющая перспектива и но ряд других лидеров такие как тенусоидл например они расскажут свою историю связанную с их жизнью с их контекстом и василий васильевич налиимов например в своих книжках рассказывает свою историю связанную с его личной личной судьбой с его лагерями с его научной биографии с его поисками реальности но я рассказал свою версию для того чтобы быть более близким более понятным вам чтобы вы понимали мои истоки мою судьбу спасибо вам за ваше внимание и я продолжу вот такие непосредственные встречи через неделю и у меня есть несколько тем возможно я расскажу вам о том как я стал заниматься транспарсональными кинофильмами и как мои занятия глубинный духовно ориентированной психологии психотерапии транспарсональным проектом повлияло и что самого важного я подчеркнул из этого что помогло мне совершенно по-новому смотреть на то как делать кино спасибо вам всем всего доброго до свидания